Дорогие друзья, мы продолжаем разбор партий с турниров в честь 150-летия МПГУ. И в шестом туре я играл против Кузнецовой Валерии. Объявили начало тура, поэтому она уже запустила часы. Соответственно, время на моих часах немного шло. И разыгран Гамбит Дураса Дубовика. Разменный вариант. Наверное, все-таки G7 было поточнее. Но я сразу вывел коня на F6, и она решила поменяться. После чего, естественно, я решил поскорее увести короля в 2-0. И тут, мне кажется, первая неточность за белых. Это ход С4. Логично было понять мотивацию этого хода. Она не хотела дать сделать мне рокировку, но слон попадает под темп от D5. Поэтому слонам пришлось отойти на B3. Я успешно делаю рокировку. После чего сделан ход D4. Заняли центр. Я вывел коня на C6. И 2-0 в пользу белых. Ну, естественно, мне нужна какая-то контр-игра. Соответственно, я связываю коня. Вынуждаю ход H3. И хочу раскрыть ее короля. Валерия тоже развивается. Выводит слона на Е3. После чего я задумался, как же прорывать ее оборону. Что здесь можно сделать для того, чтобы как-то начать атаку и раскачать игру на королевском фланге. Ну, очевидных, мне кажется, решений здесь нет. Поэтому я впал в небольшие раздумья. Как же все-таки попытаться вынудить ее пойти H3 и раскрыть своего короля. Как надвигать пешки HGF. Но конкретного плана найти и увидеть я не смог. Сразу поэтому решил сделать ход А5 с нападением на ее слона. И вынудил ее сделать ход А3. Ну, немножко так перевести игру на ферзевый фланг. Показать, что я пытаюсь сделать что-то там. Естественно, ход А3, чтобы я не мог запереть слона. Чтобы слон мог уйти на А2. И слон продолжает контролировать пешку Д5, которая связана. Слон через пешку рентгеном стреляет на короля. Поэтому это было не очень приятно. И я решил королем отойти на H8. Чтобы не было связок и было как-то поспокойнее. Передал право хода ей. И она решила отогнать моего слона. Естественно, я отхожу на H5. Чтобы продолжить давление на коня. И вынуждаю ход G4. Король раскрывается. И я ухожу на G6. И вот здесь серьезная неточность. Валерий играет C3. Видимо, хочет разменять белопольников. Ей нужно было играть коня H4. Выбивая моего неприятного белопольника. Который заставляет ее раскрываться на королевском фланге. И я сразу хожу F5. Для того, чтобы подрывать эти пешки. И вскрывать короля. Естественно, ход C3 был сделан для того, чтобы пойти слон C2. Поэтому она придерживается плана. Переводит слона на C2. И вот здесь сейчас ключевой момент в партии, над которым я задумался. И естественно, я бью пешку G4. Потому что нужно вскрывать короля. Теперь главный вопрос. Что же делать дальше белым? И они решают выбить моего белопольника. Но я бью коня. Для того, чтобы вскрыть оборону. Вскрыть короля. И была очень опасная пешка на F3. Которая может создать матовую угрозу. Теперь нужно решать что-то со слоном. Но, видимо, здесь уже сыграли какие-то нервы. Возможно, авторитет соперника. Не знаю, что еще. Можно было просто отойти слоном на H5. Но она зачем-то решила этого слона пожертвовать. Может быть, ей почудилась какая-то атака. Не знаю. Поэтому я этого слона просто беру. Следует шаг ферзем. Я закрываюсь пешкой. Король отходит. И следует ход. Ферзь D7. Который нападает на пешку H3. И грозит где-то мат уже на G2. Но я еще смотрю варианты. Как она может защититься. Понимаю, что этих вариантов нет. Нападаю на пешку. H3. Король на H2 пойти не может. Из-за того, что слон даст шаг на D6. И король будет вынужден отойти. Поэтому здесь уже для белых спасения нет. До сих пор для меня загадка, зачем был отдан белопольный слон. Контроль 5 плюс 3. На часах у соперницы было где-то 4.30. То есть времени подумать много. Можно было спокойно отойти слоном. Но вот эта неосмотрительная жертва на H7 приводит к таким последствиям. Теперь нет белопольника, который может защитить короля. И соперница ходит король G2, король G1 с надеждой какой-то. Но, к сожалению, пешка H3 падает при любых раскладах. И, соответственно, тут уже спасения от мата нет. Белым остается в этой позиции лишь признать поражение. К сожалению, других вариантов нет. Но вот так бывает. Не всегда игра в стиле Александра Гельмана в радостные шахматы приводит к успеху. Ну а наш гамбит сработал. Мы получили в этой партии очко. И удалось выиграть эту игру. Всем большое спасибо за внимание.